Владимир Дмитриевич Феоктистов, выпускник 1941 года, ушел в армию добровольцем. После окончания артиллерийской школы был отправлен на фронт. Погиб на Пулковских высотах 15 января 1944 года. Ученица 8-го Б-класса Софья Александрова проводит урок мужества. Девочка рассказывает о тех людях, чьи имена красной нитью вплетены в историю ее родной школы. Все они участники Великой Отечественной войны. Не всем удалось вернуться с фронта живыми. Многие героически погибли, защищая родную землю. В роли рассказчика Софья выступает уже не впервые. Рассказывает, многие исторические факты хоть и знает на зубок, однако все равно тщательно готовится. Нам помогают учителя и, конечно, наша музейная руководительница, это Ирина Федоровна. Она собирает также очень много информации. Пишем тексты, готовимся по ним. История – это что-то неотъемлемое от нашей жизни. Конечно, знать надо. И это может быть очень интересно. Урок мужества в 81-й школе приурочили ко Дню Героев Отечества. Эта памятная дата на территории нашей страны отмечается ежегодно – 9 декабря. Очень важно показывать, что история – это то, что вокруг нас, что история и люди прошлого, герои прошлого – это такие же люди обычные, которые старались, стремились ради Родины и совершали подвиги. Ну и так интерактивность тоже в истории очень важна, мне кажется. Одно чтение параграфа не даст заинтересованности и любви к предметам. Ребята вспомнили и подвиг Виталия Желнина. Он воевал стрелком-радистом на штурмовике Ил-2. Совершил 102 боевых вылета, сбил 5 немецких самолетов. И все с одним летчиком – капитаном Александром Гургенидзе, которого спас весной 1945 года. Волшанин Виталий Желнин около часа буксировал своего товарища к берегу в ледяной воде, за что был представлен званию Герой Советского Союза. Это удивительный человек. Он жил буквально на соседней улице. И до сих пор ребята из школьного музея, да и все ученики нашей школы, и педагоги поддерживают очень теплые, в буквальном смысле слова, соседские отношения с семьей Виталия Николаевича Желнина. Мы гордимся, что школа носит его имя. Педагоги отмечают, такой формат проведения урока называется равный равному. Благодаря такой методике материал быстрее усваивается. Ведь лектор и слушатели в силу возраста говорят на одном языке. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.